всем привет с вами снова мэфик ко мне пришла посылочка из челябинска но содержимое посылки на самом деле что через челябинск из самой германии что же там внутри мне просто-напросто надоело покупать и заказывать у друзей грузы для джиговой ловли чебурашки так называемые разборные я просто-напросто заказал форму для литья и вот ко мне пришло наконец-то эти эти формы их две я заказал вот одна называется f 161 чебурашка это сайт немецкого производителя вот тут видно модель f 161 чебурашка от 3 до 13 грамм здесь также написано что в комплекте поставляются две вставки толщиной 60 миллиметра шириной 3 миллиметра также написано что у оснастки специальное покрытие напоминающие смазку чтобы отлитые формы хорошо от нее отходили и дана информация по рекомендуемой толщине проволоки для застежки от пяти десятых до 6 десятых миллиметра и f 173 чебурашка вот они на сайте вторая страница сайта производителя оснастка с номером f 173 отливаются чебурашки от 13 до 30 грамм также в комплекте две вставки и рекомендуемая проволока для застежки той же толщины вот а помогла мне доставки компания форма груз вот она вот ее сайт форма для литья рыболовных грузил у них очень много тоже разных форм вот их сайт formagruz.com форм действительно очень много вот я сейчас пролистываю раздел посвященный именно джиговым формам просто неимоверное количество можно закрыть все веса которые вам необходимы но меня интересует на самом деле только две формы это fj 173 и fj 161 обе формы мне закроют веса от 3 до 30 грамм ну и тут еще есть ссылочка как ребята из форма груз рекомендуют делать застежки я их буду делать немножко по-другому но тем не менее вот можете почитать посмотреть традиционно все ссылки я оставлю под видео в описании давайте откроем посылочку и посмотрим что внутри посмотрим поближе тут все развалилась что-то одна форма и вот 2 форма здесь как раз внутри значит вот пакет из германии то есть упаковка оригинальная германская вот сами формы они небольшие вот их две одна чуть побольше другая поменьше они из алюминия и вот такие вот четыре вставки для того чтобы потом можно было вставлять в чебурашки значит самодельные петли так посмотрим поближе на них как они выглядят каково их исполнение обе формы перед вами слева fj 173 справа fj 161 давайте посмотрим на качество покрытия формы берем fj 161 качество исполнения хорошее сама форма такая скользкая то есть она все-таки действительно покрыта чем-то специальным отлитые грузики должны получаться хорошо правда я уже сразу вижу два таких серьезных минуса но о них попозже расскажу ну а сама оснастка приводится в готовность очень просто вставляются две вставки вот эти вот металлические форма закрывается и собственно все уже готово к отливке осталось только закрепить ее струбциной чтобы она не разошлась во время отливки ну и внешняя сторона оснастки вот такая вот вся в логотипах написано your mold что значит ваша оснастка теперь очередь fj 173 оснастки тоже давайте посмотрим на качество поверхности особых отличий от fj 161 нет но правда здесь я заметил всего лишь один серьезный минус в отличие от fj 161 форм абсолютно также собирается вставляются вставки она закрывается и в принципе готова к отливке ну а теперь более подробно об инструментах которые потребуются для отливки грузил первое то струбцина можно использовать любую подходящую я вот нашел вот такую у нее пластиковые держатели но это ничего страшного форма хоть и нагревается но не настолько сильно далее потребуется конечно сам материал это свинец вот у меня такие вот кусочки есть оплавить я все это буду с помощью газовой горелки вот поэтому я вот газовый баллон такой походный и походная газовая горелка обычная портативная газовая горелка можно конечно использовать паяльный тигель но потом вычерпывать из него свинец будет достаточно сложно я буду плавить свинец сразу в ковшике купил самый-самый дешевый ковшик на рынке желательно конечно чтобы он был из нержавейки ну что же подсоединяем газовый баллон включаем газ ставим ковшик со свинцом оснастка у меня уже готова стоит и ждем пока свинец расплавится но не буду вам напоминать про технику безопасности лить свинец нужно очень аккуратно да и вообще обращаться с расплавленным металлом нужно очень осторожно вот таким вот образом заливаю попеременно все литники сначала с одной стороны потом с другой стороны ну и соответственно сначала одну форму потом другую ну что же форма залиты в принципе свинец сразу же застывает то есть форму можно открывать буквально через 20 секунд если форма сразу не открывается то по ней можно чем-нибудь постучать ну конечно не сильно вот эти характерные наплывы материала из-за того что форма холодная то есть когда форма нагреется их не будет но реально конечно есть наплывы нет наплывы совершенно все равно качество литья неплохое изделие действительно легко вынимаются из оснастки в целом я конечно доволен но теперь вот минус я хочу сказать я думаю что вы уже сами заметили что ни на одной чебурашки нету в штамповке с ее собственным весом по виду различить 30 грамм и 28 грамм просто нереально это конечно огромный минус открываем вторую форму видим примерно такой же результат то есть тут тоже присутствует этот наплывы из-за того что форма холодная но ничего страшного в этом нет ну и на этой форме есть еще один существенный минус если на 173 оснастки диаметр литников более-менее нормальный то здесь он должен быть еще меньше а реально он больше литник для самой маленькой трехграммовый чебурашка он просто огромный это конечно кошмар то есть в итоге трехграммовый чебурашка получается как полусфера после того как откусывается вот эта часть ну и тут тоже нету в штамповке веса то есть чебурашки получается безымянные ну что же откусываем литники они конечно же пойдут на переплавку и подготавливаем полученные грузики к взвешиванию 29 на самом деле 30 грамм 28 26 24 22 21 19 16 и 13 грамм вторая оснастка 13 грамм 12 10 грамм этот же вес я померяю с помощью маленьких весов показывает 10 половиной девять и шесть десятых восемь и пять десятых семь и пять десятых шесть и четыре десятых пять и четыре десятых четыре две десятые три и две десятых грамма так ну что же вот у меня тут несколько партий чебурашка уже готовых и конечно же проволока проволока у меня нержавеющая пять десятых миллиметра для больших чебурашек и четыре десятых миллиметра для маленьких хоть производители рекомендуют 0506 тем не менее даже 05 иногда входит очень плотно поэтому я использую 05 для больших 04 для маленьких проволока у меня как я уже сказал из нержавеющей стали из пружинной стали с ю с 404 можно в принципе использовать и не пружинную но пружинная на более твердая я не стал использовать никаких дощечек с гвоздями для гнуть я это делаю просто пассатижами у кого есть круглогубцы лучше использовать круглогубцы но и пассатижи вот таких вот с тонкими носами будет достаточно делаю я это в четыре загиба делаю первый загиб вставляю заготовку в чебурашку вставляю таким образом чтобы ушко выходило примерно как мне нужно далее я делаю загиб относительно самой чебурашки вытаскиваю заготовку и загибаю второй раз вот таким вот образом это будет ушко для крючка но оно должно быть соответственно шире остается последний загиб и можно откусить готовую застежку вот те же самые действия для самой маленькой 3 граммовый чебурашки делается это очень быстро очень удобно а Вечером за час за полтора я спокойно в небыстром режиме сделал себе этих грузиков, которых хватит на месяц с лихвой. Ну вот и всё, это был обзор литиевых форм для разборных чебурашек F-161 и F-173 из Германии. Всем, кому понравилось и помогло это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, будет ещё интересней. Всем пока!